Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильевич Приветствую вас в 79-м уроке видеокурса Уникальные виджеты Adobe Muse В этом уроке я хочу показать просто сногсшибательный виджет с суперэффектами для изображений Смотрите, при наведении можно потрясающе делать эффекты Всего 4 разновидности Здесь у меня немножко одного цвета дизайна Вообще можно вот этот каждый уголок, который выезжает, его сделать разного цвета И, соответственно, повесить ссылку на данный бокс Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета Когда мы с вами виджет установим, раскрываем папочку У нас здесь видно 4 эффекта То есть это 4 виджета, у каждого по одному эффекту Я буду рассматривать самый интересный эффект Это эффект номер 4 После того, как вы со мной вместе его настроите У вас не составит труда настроить третий, второй и первый эффект И для вас домашним заданием будет как раз это Настроить третий, второй, первый эффект Четвертый рассмотрим вместе Перетаскиваем его на холст Здесь нужно понимать У вас изображение должно быть уже как бы заточенное Под ваш лендинг Вы должны подогнать размеры на фотошопе Желательно, чтобы изображение было квадратное И перед загрузкой изображения я выделяю свой виджет Перехожу в перспективы И ширину выставляю 300 И высоту 300 Хотя сейчас, когда виджет полностью подгрузится Размеры немножко изменятся Немножко увеличатся Так вот, виджет готов Я захожу в настройки И первое, что мы делаем Мы добавляем изображение с компьютера Изображение добавили Давайте посмотрим, как оно будет выглядеть по умолчанию У нас имеется вот такое вот изображение Со скругленными краями И у нас уже практически все есть Нам нужно только настроить под себя Итак, скругление Вторая опция Я выставляю единицу Скругление мне не нужно Значит, смотрите Вот это у нас идет дальше Это вот как раз-таки три цвета Которые вылазят по уголкам При наведении мыши Вот каждый цвет можете настроить индивидуально Я возьму произвольные цвета И у каждого цвета Под цветом вы видите опасти Вы уже должны наизусть знать Что это за опция Это настройка прозрачности Для каждого вот этого цвета Следующая опция Все очень просто Вот это все у нас отвечает За ссылку на этом боксе Мы можем снять чекбокс И вообще ссылки не будет Если ссылку оставляем Link background То есть заливка белого цвета Что это значит Смотрим в браузере Вот, кстати, уже симпатично у нас получается Выбранные эффекты Вот видите, вот этот квадрат Он белого цвета Где у нас в середине есть ссылочка Вот как раз этот белый цвет Мы можем сменить на свой Заходим в настройки Я меняю цвет на свой Вообще все достаточно здесь просто Дальше текст на кнопке Меняем на свой Соответственно, URL вешаем здесь свой Текст Color То есть именно текст кнопки Которую вот здесь вы написали Меняем здесь Так как background у меня темные кнопки Я делаю текст на кнопке светлый Размер шрифта Текста на кнопке я делаю побольше И ниже можно выбрать шрифт Для текста на кнопке По сути все Внизу вам тут немножко не умещается Здесь опция вся относится к тени То есть shadow Вы можете снять checkbox Тогда вообще тени не будет Если тень нужна Уже несколько раз я настраивал Поэтому я не вижу смысла вам объяснять то же самое Здесь те же самые настройки тени Прозрачности, размытие, отступа тени и так далее Итак, что мы имеем У нас с вами все получается Цвета все сработали Размер шрифта от текста на кнопке увеличен Ссылка есть Все у нас есть Просто замечательный виджет Для изображений с красивыми эффектами На этом здесь все И увидимся с вами в следующем уроке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok